По игре два разных тайма. Первый тайм полностью был за нами, а второй тайм полностью за Арсеналом. Почему так случилось? Наверное, менять нам нужно в нашей команде психологию свою прежде всего. Потому что выходить нужно играть так, как планируем не 45 минут, а все 90. И независимо от счета повели, наверное, нужно продолжать играть, а не пытаться отбиваться и удержать этот счет, тогда и будет результат. Я думаю, психология, я говорю, я больше ни с чем не связываю. Это однозначно физическое состояние. Ну, у Артура, может, ноги свело, потому что он пропустил много на сборах, а так, пропустив гол, почему-то нашли же силы побежать вперед, создавать моменты, пытаться играть в футбол. В перерыве говорил, ни в коем случае не прижиматься к своим воротам. Но если нам забивать центральный защитник в 25 метров от наших ворот, то у меня вопрос, где мы находимся. Вся команда в штрафной находится, и до этого были моменты, которые уже звоночек, по-моему, не звоночек, а колокол бил. Но, тем не менее, мы пока не получили, не стали ничего менять на поле. Мы планируем, чтобы психолог был, но игроки-то не по 17 лет, он же многим за 25. И какую-то психологию победителя должны вырабатывать рано или поздно не только с помощью психолога, а и свои резервы находиться. Ну и во время матча должны быть группа игроков, которые, видя, что что-то идет не так, потому что не всегда можно докричаться с лавочки, должны поправлять уже по ходу матча на поле, быть проводниками. Ну, мы ехали за победой и не удовлетворены. Судя по ходу матча, я думаю, что результат закономерен, потому что в первом тайме, повторю, мы переиграли Арсенал во втором тайме, они нас полностью переиграли. А так, естественно, мне хотелось бы, чтобы мы продолжали играть в футбол так же, как в первом тайме, тогда и результат был бы другой. Что вы сказали игрокам в перерыве матча, что во втором тайме Арсенал стал совершенно другим? Просто поговорили с ребятами, хорошо, что было 15 минут у нас. Указали на те моменты, за счет чего «Динамо» лучше сыграло в середине. В первом тайме центральная ось «Динамо» сыграла лучше, чем наша. Делали поправки, и второй тайм уже другой. Значит, понятно, что ситуации разные, но уже не первый раз за достаточно короткий промежуток времени Арсенал очень проваливает, на мой взгляд, начало матча, как у «Урала» кубок, та же игра с «Динамо» в мае. Сегодня в 15-й минуте уже тоже не первый мяч мог в наш ворот оказаться. На ваш взгляд, в чем может быть причем? То же самое было у нас играли с «Лидбуллем», то же самое. Разговариваем, не знаю, может, разминать их надо подольше немножко. Потому что, я думаю, сообща мы решим. Будет до следующей игры 8 дней перед «Самарой». Так что я думаю, что с этой проблемой надо бороться и будем бороться вместе с футболистами. Сообща только можно это сделать. Ну, а то, что могли забить, да, у «Динамо» мы предупреждали, что опасны стандарты. Просили ребят меньше фалить. Это вся опасность была со стандартов, по большому счету. Здравствуйте, Игорь Геннадьевич. Немножко возвращаясь к матчу с «Лидбуллом», тогда невероятных членов произвел главный конфандер. Гол забил и очень был активен на фланге. А как сегодня вам в первом официальном матче за «Апс»? Ну, во-первых, мне не понравились его буты, в которых он вышел на такой газон. Поэтому скользил. Ну, также были и хорошие моменты у меня. Проходы, прострелы, конечно, не в таком объеме, как бы хотелось от него видеть. Но это первая официальная игра, ему в 19-е. Человек с другой стороны приехал. Так что к нему вопросов быть не может. Утренецкого штаба. Есть над чем работать. Обратило внимание, что Иван Игорь Панда пришел из ЦС «Лидбулла». Интересно, как вы его нашли? Ну, у нас социализованное дело. Этим занимается, этими вопросами. Потом мы решили пригласить на сборы. На сборах он сыграл все три игры. Он уже хорошее впечатление произвел. Да, есть те моменты, которые надо усовершенствовать. На то и есть тренерский штат. Будем указывать, говорить, показывать. Я думаю, что потенциально хорошо. У вас сегодня была одна замена. Хотя, в общем-то, длинная скамейка еще. Но впереди очень серьезный матч. И уже фактически через два дня на третью, что в этом роде, да, Лига Европы и так далее. Подойдут уже к этому времени все-таки хорошие кондиции вот те игроки, которые сейчас пока сидят на скамеечке? Ну, мы это и делаем. Повести всех игроков в одно состояние. Потому что мы понимаем, что предстоит после двадцатого. Какой график у нас будет. И для этого длинная скамейка и нужна. По большому счету, эта ротация, она неизбежна в таких случаях. Но ребята все готовы заменить друг друга. И тут в команде по этому поводу никаких вопросов не возникает. Тут очень хороший коллектив. Очень хорошие ребята. Поэтому даже никаких вопросов не возникает, почему я не играю, почему он играет. Если вы видели, что Анрик все сборы играл в основе, то пока были проблемы с продлением контракта Виктора. Слава Богу, что подписали его. Поэтому пришлось с Хабушем поговорить с этим. Нормально это воспринято. Так что я благодарен ребятам за честность. Потому что они работают как профессионал на тренировках, на играх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!